После легкого секса. И если вы хотите выиграть один из пяти наборов моих любимых средств от компании Mary Kay, обязательно заходите на мой инстаграм и участвуйте в этом конкурсе. Хей, всем привет, меня зовут Марк, и я, наверное, последний, кто подводит итоги 2016 года. Это видео о бюджетных фаворитах за прошедший год. Я надеюсь, что кому-то оно будет полезным. И поехали. Первое, что я вам покажу, это праймер. С праймерами все очень сложно, потому что в бюджетном сегменте их очень мало, достойных и хороших, которые хоть как-то работают. Те, которые я люблю, например, тот же Никсовский английский вуаль, сейчас стоит больше тысячи, а я решил, что бюджетный сегмент должен входить в эту категорию до тысячи. И, честно говоря, я смотрел по старым ценам после Нового года, я знаю, что были изменения, поэтому сорян, если вдруг там после изменений цен что-то подорожало. Короче, первое. Beyond Real Skin CC Cream в оттенке Glow. Это супер-супер-супер легкий сияющий CC Cream. Он выглядит очень влажным, очень отдохнувшим, очень сияющим, очень здоровым, очень натуральным и очень живым. Мне очень нравится этот CC Cream, но он не стойкий, и как бы, если вы его наносите под тон, как я это делаю, он слегка снижает стойкость тональной основы. Но я очень люблю его наносить под какие-то очень стойкие продукты, и тогда все супер-классно. Второе, что я вам хочу показать, это тональные основы. Меня очень часто спрашивают о каких-то более-менее приличных тональных основах, которые не выглядят как крем-балет, и которые классно выглядят на коже, и которые не окисляются, и которые мне нравятся. Уже давно, не первый год, в каких-то из моих видео уже была эта тональная основа. Это Giordani Gold Longwear Mineral Foundation. Во-первых, у этой тональной основы супер-благородный состав. Она минеральная, содержит в себе кучу всяких полезных минералов. Благодаря тому, что это минеральный состав, она контролирует выделение себума, в связи с этим достаточно пролонгированная. То есть, она, конечно, не 24 часа. Часов через 6 вы будете, наверное, блестеть, если у вас жирная кожа, если у вас сухая, то это вообще идеальный для вас тон. Важно именно то, что она многофункциональная. Она не является суперматовой, и по эффекту похожа на вот эту прекрасную вещь. Это Nitrogena Healthy Skin. Я ее только привез из Штатов, и она правда заслуживает всех этих восторженных отзывов от американок, которые там есть. Она, к сожалению, не продается ни в России, ни в странах СНГ. Nitrogena Healthy Skin. Очень красивый, влажный эффект. И вот эта тональная основа от Ariflame Giordani Gold. Очень на нее похожа. Мне очень нравится этот эффект. Холеный, здоровый кожа. Мне также нравится версия Anti-Age, потому что она очень хорошо подходит для взрослых девушек уже. Выглядит все это очень классно. И, как говорят, знаете, кожа выглядит, как после легкого секса. Она такая отдохнувшая, сияющая, классная, свежая. Ей действительно можно создать Fresh Skin. Мне очень нравится. Мне очень нравится гамма оттенков. Средний славянский оттенок у меня Light Ivory. Очень классная тональная основа. Если вы не хотите так же, как и я, возиться с консультантами, ссылку на продукты Ariflame я буду оставлять под видео, чтобы вы сразу знали, что конкретно я имею в виду. Одна из моих самых любимых рассыпчатых пудр – это минеральная пудра от Mary Kay. Во-первых, самый ее главный плюс. И он ее выделяет среди всех бюджетных пудр, которые доступны в России. Это то, что в ее составе минералы. Это минеральная пудра. Она с цветом. И самый популярный средний славянский оттенок – это Ivory 2. Очень люблю эту пудру. У нее очень мелкий помол, очень приятная текстура. Она классная. Она очень хорошо подходит именно для жизни. На каждый день это прекрасный вариант. И если вы хотите выиграть один из пяти наборов моих любимых средств от компании Mary Kay, обязательно заходите на мой инстаграм и участвуйте в этом конкурсе. Там вы можете выиграть мою самую любимую двуфазную смывку. Если у вас чувствительные глаза, если у вас чувствительная кожа, то вы реально оцените это для снятия макияжа. Вы дождетесь моих грандиозных пустых баночек. Это будут не совсем стандартные пустые баночки. Вы увидите, какое количество бутылок этого средства там есть. Также в этом году компания Mary Kay запустила консилер и корректор. Очень их люблю, потому что тот, который персиковый, он прям очень хорошо подходит под глаза. Очень мягкий, очень хорошо растушевывается. Вы можете нанести аппликатором несколько точек, растушевать прямо пальцем. Можно даже не использовать кистью. Очень мне нравится. Закрепляйте потом минеральной пудрой и все вообще просто в полномажоре. Я очень люблю этот консилер. Он просто безумно крутой. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, обязательно заходите в мой инстаграм. Продукт, который нужно, наверное, показать все-таки в декоративке, это вазелин. Это прекрасный продукт марки Вазелин. Это не то же самое, чтобы вы понимали, что и наш советский вазелин. Основные какие-то компоненты, в общем-то, они одинаковые. Но эффект кардинально разный. И, в общем-то, если вы будете использовать этот продукт, вы останетесь довольны. Это супер увлажненные мягкие губы, это супер быстрое питание, супер доступный продукт. Но, к сожалению, в России не продается. На Амазоне можно заказать. Средства для бровей. Их много. Во-первых, карандаши Иврашен. Это любовь на всю жизнь. Оттенок пепел. Моя любовь и страсть. Очень классный. И в точности повторяют по внешнему виду карандаши от MAC. Только лучше по качеству, лучше по оттенкам. Как минимум, оттенки богаче, интереснее и лучше подходят людям. Если говорить о супер тонких карандашах в бюджетном сегменте, это карандаш Elan от Ани Кравченко. Рассказывал о нем вот в этом видео. Обязательно зайдите и посмотрите. Любимая тушь для бровей WB7. The Queen of Brows. Можете посмотреть тоже здесь о ней. Она классная. В моем случае она супер серая. Мне это очень нравится. И если говорить о маркерах бюджетного для бровей, то это маркер от KIKO. Очень простой, очень доступный для людей. Реально для тех, кто пользуется каждый день. Не нужно иметь супер образование визажиста и супер большой опыт работы, чтобы им пользоваться. Он очень удобный. Дальше. Туши для ресниц. Их супер много на самом деле. Во-первых, тушь Vertish от Yves Rocher с супер тонкой щеткой. Это моя главная любовь, главное открытие. Это запуск этого года. Очень люблю ее. Очень. На самом деле вышло супер много тушей. С прошлого года фаворит Lash Sensational от Maybelline. В обычной версии. Только в обычной версии. Еще одна новая тушь, которая мне нравится. Это от Vivienne Sabo. Я даже не знаю, как это правильно прочитать. В общем, это новая тушь. Они сделали несколько тушей, похожих на их легендарную кабаре, но другие. Вот это для супер драматических ресниц можно прочитать прям просто от самых корней. И даже, мне кажется, прокрасить слизистой можно. Ну и, конечно, кабаре только в классическом черном оттенке. Во всех остальных оттенках она гадкая. Подводка. Любимая подводка у меня из бюджетных в этом году одна. Это Giordani Gold коричневый маркер. Это очень классная вещь. И многие не понимают, что лучше иногда взять коричневый лайнер, чем черный. Это необычный и очень удобный скос, как у фломастера, у маркера. Ей очень удобно прорисовывать по ресничную линию. Чаще всего я ее использую именно для этого. Естественно, ей можно нарисовать весьма удобно стрелочки. И у нее оттенок коричневый. Он выглядит не так нарочито, не так грубо, не так ярко. И если вы хотите поэкспериментировать с вашим макияжем, если вы понимаете, что вам не очень нравится эффект от черно-графичных стрелок, то попробуйте коричневую подводку. Это очень удобно и очень классно. Дальше. Кремовые тени. И здесь я покажу вот такую прекрасную вещь. Я почти уверен, что очень многие вам советовали Color Tattoo. Все классно, все супер. Но мне очень понравились вот эти кремовые тени. Это Beyond и их дохромная линейка с Алисой в стране чудес. Супер приятная, супер мягкая такая текстура. Воздушная, похожая на суфле. Напоминают очень тени Color Pop, потому что они по ощущениям тоже такие слегка суфле. Главная фишка их заключается в том, что они трехмерные. Когда вы наносите их на глаз, на веко, то у вас супер красиво переливает с разными оттенками. И если подтушевать складку века, например, кистью, то создается другой эффект. Они переливаются другими оттенками. Получается такой рельефный глаз, а используете всего одну тенюшку. Мой оттенок, наверное, 0,6. И он такой хаки. Немного необычный, мне очень понравилось. Он подчеркивает красивые оттенки глаз. Палетки теней. Палеток теней на самом деле дохрена. Во-первых, я не могу определиться, какая мне нравится больше палетки The News от Maybelline. Я считаю, что это из доступных, одни из самых универсальных и самых классных палеток. И тут ключевой вопрос в том, чтобы цена этой палетки не выходила до 1000 рублей. Поэтому еще я покажу две более маленькие палетки. Это палетки от NYX. Их линейка Full Throttle. И две мои самые любимые. Это Stunner. Это палетка с серебряным и таким бирюзовым красивым оттенком. Я ее просто обожаю. Просто моя любовь. Серебряный вообще просто, мне кажется, я затер. Он такой, знаете, серебристо-тауповый. И он очень классный. И, конечно, для ярких акцентов вот этот бирюзовый. Такой, ну даже не бирюзовый, он цвет морской волны. И базовый, коричневый и бежевый. И вторая палетка, от которой я просто тоже в восторге. Это палетка Riot в модных красно-рыжих оттенках. Самый, как бы, главный оттенок это вот этот красный, такой бордовый. С ним получаются офигенно красивые смоки. И NYX вышли сейчас с кремовой тенью Vivid Bright. И если их использовать вместе с этим оттенком, просто получается космический макияж. Я надеюсь, что я вам в скором будущем его покажу. И если вам нужно больше оттенков, то The Nudes розовая. Вот это классическая версия. И последняя это The Rocks. The Rocks очень мне напомнила Naked Smokey. Прям очень. Палетка для контуринга. Конечно, от NYX здесь все самые классные сухие контурирующие средства. Здесь не taupe, здесь оттенок Sculpt. Он тоже холодный, но taupe, как мне кажется, более холодный. В общем, очень люблю эту контурирующую палетку. Это хорошая альтернатива палетке Anastasia. И очень люблю хайлайтер из этой палетки. Он такой снежный. Если вы еще не видели мой образ для очень плохого Санта, обязательно зайдите. Посмотрите, там как раз этот хайлайтер в сочетании с вот этим прекрасным стиком. Обожаю этот NYX. Это такой суперяркий эффект. Просто хайлайтер из космоса. Любимый кремовый контуринг. Конечно, Master Contour by Face Studio от Maybelline. Очень нравится первый оттенок. Холодный. Остальные подойдут только загорелым. Легко растушевывается. И очень просто применение, правда. Блеск. Мой любимый блеск. Бюджетный, супербюджетный. Очень его люблю. 3D Plumping от Avon. Мне кажется, эти блески любят все. Потому что это потрясающий аналог. Зерли, максимайзер. Супер ментоловый. Супер красивый. Очень объемный. И даже если... Ну, понятно, что как бы вы ментолов не накачаете себе губы до размера пельменей. Но из-за того, что здесь очень классный мелкий шиммер. Очень хороший чистый состав. Они выглядят очень объемно. И мне нравится, если помада маты очень стягивает губы. Наносить сверху блеск. Выглядит очень красиво. Любимые карандаши. Их просто тонно. Это Никсовские. Потому что я считаю, что они самые крупные. Они выпустили линейку Никс Сьют. Это к помадам Liquid Suit, собственно. Помады Liquid Suit я очень люблю во всяких креативных оттенках. Кроме фиолетовых. Потому что фиолетовые оттенки оставляют на губах адский стейн. И он выглядит реально мертвецки некрасиво. Мне нравится, вот даже синий из новой линейки они обновили. Добавили несколько оттенков. Он не оставляет стейн. Ну и, конечно, моя любовь. Его еще нет в продаже. Называется Stone Fox. Это прям офигенно серый. Просто. Супер матовые помады Никс Lingerie. Никс нижнее белье, короче. Матовые стойкие помады. Очень их люблю. У них в этом году появится еще 12 новых оттенков. И еще один офигенно серый. На этом, думаю, на сегодня все. Это были мои бюджетные фавориты. Я очень пытался ограничивать. Потому что много достаточно я тестирую продуктов. И одни проигрывали в счет других. И мне пришлось отказывать одним в фаворитах. Выбирать другие. В общем, я выбрал то, что я реально люблю. Поделитесь, пожалуйста, какие у вас есть любимые консилеры. Потому что, помимо Mary Kay, мне нравится, например, W7, который супер бюджетный. Но он не продается в России. Мне нравится LA Girl. Но LA Girl это такая очень съемочная история. Потому что это супер стойкий. Он для вечернего макияжа. Его видно. Но он скрывает просто все нахрен. Вот. Люблю его. Но нет в России, опять же. Поэтому поделитесь вашими бюджетными фаворитами. И обязательно напишите, что бы мне еще такого попробовать. Чтобы рубрика о бюджетной косметике как-то развивалась. И открывали какие-то новые продукты, новых марок для меня. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте ваши лайки. Обязательно заходите на мои влоги. Посмотрите. Там вышло новое видео. Не забывайте участвовать в конкурсе в моем инстаграме. Ссылка будет в описании. И ссылку на все продукты, которые я смогу найти, я также оставлю в описании. И меняйте себя. И мир вокруг вас изменится. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok